22 июня ровно в четыре часа убомбили, нам объявили, что началась война. А теперь по существу. Да, можно сказать. Ну вы уже с двадцатого года, да? С двадцатого. С двадцатого. С сорок первый? Я до войны призван был. То есть война началась для вас уже в форме? Да, уже на Балтике. Да. Я знаю, что вы защитник Ленинграда, что вы награждены… Был в Ленинграде в блокаде, был в острове Эстонии, был на Ладоге, где дорога жизни проходила. Там нас высадили в такой островок небольшой, потому что дорога жизни по Ладоге и зимой, и летом, корабли таскали, и продовольствие, потому что блокады, и вооружение, и всё. Зимой пробовали под лёд, а лето, значит, что? Мы, значит, такой островок по стенам, южная часть Ладоге, ну, когда, значит, мистер Шмидты налетают… Буксир тащит баржу по-довольству. Мистер Шмидты – раз, 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 и начинают бомбу бросать. Мистер Шмидты – бомба небольшая, 25 кг. Ну всё ж таки. Буксир – раз, конец, и текать. Ну и эти полетали, побросали, кончилось. Буксир опять назад, цепляет в зубашу, потащил, пикал их там. Вот такая картина в этом были. А мы, значит, по мистерам бульбёта, там были пушки, отгоняли их тоже, чтоб, так сказать, навредить. А молодёжки не пользуются. Какая картина. Вот это буксир вычёт на тамбане. Есть ли, не пробовали там? Вот такой. Так. Ну, может, какой-то эпизодик вспомните такой. Ну… эпизод? Да. Ну вот… А, эпизод… Как там это… Я уже… Гражданское население. Вы же видели? Да, вот… Значит, меня ранило тяжело правую руку и перелом кости. Значит, потом… И… А ранило как? Ранило ещё в Петербурге. В Петербурге. Петерхов старый, Петерхов новая, и все надве части. В одном немцы, а в другом – нашей. Вот они… Значит… Характерный эпизод. 31 декабря какого-то года? Ну, наверное, 42-й. 42-го года ранен. 41-го, в том том году, как и времена. Вот 31-го декабря, а они, значит, шумели трассирующие, не наступали. Стреляли, трассили с снарядами, всё. С немецкой, точно, что на завтрак. А, не назад, первого тоже отдыхали. Первого шумили. А второго января, тоже праздновали, не нападали. Второго января, с немецкой точностью, ровно в 9 часов, они пошли в наступление. Выбить нас с этого Петергофа, чтобы занять полностью Петергофа. Ну, вот тут, значит, нас и подняли. Ну, мы поднялись, и всё нам помогало Кронштадтс. Береговая оборона с пушей стреляет. Ну, я помню даже так, что... У меня два диска было, ППШ-13, там, сорок один патрон, круглый. Уже подпустили мы их на расстояние, чтобы поражать. И я по... Они... Этим... Ай, как... Ну, они идут... Они идут... Шурендой. Они идут в белых халатах. А, маскировка. А, маскировка. Они... Во весь рост. Во весь рост. Таким психическим маршем шли. Ну, мы решили подпустить их поближе, чтобы уже положить их. И подпустили на автоматные выстрелы. И потом... Сколько нас там было, все включили на автоматы. И... Весь я свой дискратил. И только стал второе закладывать. Потому что тут уже пустой. Этот выброс был. Второе стал закладывать. И... Мина... Разорвалась. Рядом стена была. Я глянул так... Черная. А как дегтем обрита вся эта стена. А они термитные заряды зараженные. И, значит, мне раз, потом... Я упал. Тут санитарь подошел. Значит, командира нашего ранила. Я, значит, санитар... Я только на ногах, все, в руках, что-что-то. Командира отвели. И пока мы уходили от этого обстрела... И пули только жив, жив, жив. Как кино. Жив, правильно. Слышно жив. Пролетает. Около головы там куда-то. Ну... Тут мы остались целы. И... Меня, значит, госпиталь в Ленинград. Но они не взяли этот... Петергоф этот? Нет. Мы же отбили. Отбили, да. Отбили... Прогнали. И больше не лезли. Ну, а потом... Газовая гангрена. У меня рука встала. Угу. И вот рука... Толще вот этой... Недра стала. Ух. Консилием врачи. Надо ампутировать. Иначе дальше, и дальше... Около удара. У себя такой... Не... Я пока... Около локтя... Локтя остановилось. Вот у вас так сильно. Ампутировать. Как? Я подумал, а что я без правой руки буду? Нет, я не согласен. Пусть я уже на температуре, уже бриться там, потому что рука там жаспуха. Да, потом, значит, они собрали консильв, туда-сюда, ну, не хочет, как мы можем опять же отрезать руку, ампутировать без согласия. Раз, раз, расширить, значит, разрез сделать. Дальше. Рану эту расширить, снаряд этот, осколок прошел насквозь, шинель пробил. Вот, осколок там не было. Давайте расширим рану, рану расширили, и сюда, и туда, кругом. И через день, через два стала рука моя отходить, уменьшаться все. А перевязку делал и раза тринадцать в день. Снимали по разному перевязку. И так руку я спас. А отцу это, девять месяцев лежал, тоже гангрена, ногу резали? Нет, я сколько, я сколько лежал с рукой? Шесть месяцев в госпитале. И шесть месяцев батальон, так называемый, выздоравливающих. Ну и вот, когда в Питере выходил, когда уже был в ботилене выздоравливающих, я смотрю, как одна бабка, значит, ну только по карточкам там, например, хлебушка полбуханки тащила, и один молодой человек раз у него вот кусок этого полбуханки хлеба выхватил, погрешал, она раз у него, и тут же и умер. Вот такой случай был. А вот это, как вы говорите, понимаете, и, казалось бы, Ленинград, блокада, и были вот эти, ну их мародерами называли, или как это? Да, их как угодно называли. Ну это же такое, там друг друга поедали в госпитале. Да.